Тема урока суффикс. В русском языке очень много суффиксов. Если представить, что все жители морфема решили построить дом, то основы слова будут закладывать прочный фундамент, корни возводить стены, а суффиксы прорубать окна. Суффикс это морфема или значимая часть слова, которое служит для образования новых слов и форм слов. Из определения понимаем о роли суффиксов. Суффикс служит для образования новых слов. Например, суффикс чик, летчик, водопроводчик, тель, читатель, писатель, мечтатель. Для образования формы слова, например, знамя в именительном падеже, знамени, форма родительного падежа. Веселый, веселее, сравнительная степень прилагательного. Почитать глагол совершенного вида, почитывать несовершенного вида. При помощи суффикса л образуется форма прошедшего времени глагола. Читать, читал. Такие суффиксы называют формообразующими. Суффикс всегда находится после корня, веснушки или после другого суффикса, баскетболистка, боролся. Перед окончанием, но иногда и после него. Причесываюсь. Какого-то. Суффикс «ся» не формообразующий, а словообразующий. Благодаря ему в слове появился новый смысловой оттенок. Умывать ребенка – умываться, значит умывать себя. Учить – учиться, учиться самому. При помощи суффикса образуются однокоренные слова одной и той же части речи. Сказать – пересказывать. Желтый – желтенький. Заяц – зайчонок. Разных частей речи. Радость – радостный. Заготовить – заготовка. Красный – краснеть. Есть суффиксы, свойственные определенным частям речи. Так, суффиксы «ость», «ок», «ния», «енья», «иц» и многие и другие характерны для существительных. Суффиксы «и», «е», «ну», «ыва», «ива», «ова», «ева», «ва» для глаголов. «Ен», «ов», «оват», «лив» и другие для имени прилагательного. Каждый суффикс имеет свое значение. В зависимости от значения можно выделить несколько групп. В русском языке есть суффиксы оценки, которые придают словам значение, например, уменьшительно-ласкательные суффиксы. «Еньк» – дороженька. «Оньк» – березонька. «Ц» – зеркальце. «Ик» – билетик, букетик. «Чик» – моторчик, карманчик. «Ок» – дружок, снежок. «Иц» – водица, лужица. «Ка» – глазки, ночка. «Инк» – пылинка, росинка. «Очк» – звездочка, мордочка. «Ушк» – дедушка. «Ышк» – солнышко. «Ишк» – домишко. «Иньк» – добренький. «Оньк» – легонький. «Онька» – легонько. «Енька» – давненько. «Еничка» – хорошенечко. «Оничка» – тихонечко и другие. Увеличительно-пренебрежительные суффиксы. «Ищ» – ножища, глазища, «ущ» – ющ, большущий, длиннющий. Есть суффиксы, обозначающие лицо по профессии и роду занятий. «Ист» – гитарист, «ач» – трубач, «щик» – сварщик, «чик» – переводчик и другие. Также в отдельную группу выделяют суффиксы, обозначающие лицо по месту жительства и национальности. «Ич» – Москва, москвич. «Як» – сибирь, сибиряк. «Ец» – япония, японец и другие. Существуют и другие группы суффиксов в зависимости от значения. Итак, суффикс – это морфема или значимая часть слова, которая находится после корня и служит для образования новых слов и форм слов. Русский язык удивительно богат словообразовательными суффиксами. Суффиксы, которые служат для образования форм слов, называют формообразующими. Чтобы речь наша была богатой, нужно умело использовать суффиксы.